Как я уже сказал, в Японии вообще много общественного мнения, в том числе также и на работе. На работе все решается с помощью команды. Все решается как бы не одним человеком, а обсуждением в компании. Вот на примере моем у нас есть наша команда, с кем мы работаем по нашему проекту. И любые вопросы, любые проблемы, любые сложности мы обсуждаем на регулярных встречах. Это я считаю необходимо вообще в любой сфере, в любой работе. И не только в IT секторе, и в экономике, и в бизнесе, или еще где-то. Потому что у каждого человека есть свое мнение, свое видение решения данной проблемы. И нужно находить компромиссы между этими решениями. Тем самым в результате можно снизить и время, и риски для решения какой-либо проблемы. В японских компаниях устраивают регулярные встречи после окончания какого-либо проекта, или события, или периода. И это называется K-5. Сейчас я поясню, что это такое. K- буква это KEEP, P это PROBLEMS, и T это TRY. Создается такой лист под буквой K, K, то есть KEEP. Пишутся вещи, которые нужно продолжать делать для того, чтобы проект и дальше был успешным. В графу, где P, каждый из членов команды пишет проблемы, с которыми они столкнулись во время запуска данного проекта. И пишут возможные пути решения этой проблемы. В T, то есть TRY, Попробовать, пишут те вещи, которые необходимо попробовать для улучшения, либо ускорения проекта, либо разработки. Данная система, она работает не только для IT-сектора, как я уже говорил, это делают и в бизнесе, и в планировании, везде. Тут уже как бы это такой комплексный подход. Я в целом рассказываю вообще про систему работы вот именно в японских компаниях, а не только отдельно взятой какой-то компании. Данная система, она применима практически к любой японской компании. И, как я уже говорил, многие компании следуют определенному алгоритму, следуют определенной структуре и следуют определенным правилам работы в компании. Когда вы будете начинать работать в Японии, вы уже будете примерно представлять, что нужно знать, что нужно делать. Конечно же, чтобы это все понять и узнать про все аспекты работы в японских компаниях, нужно немного поработать. Здесь хотя бы полгода-год на постоянке в японской компании, тогда вы примерно будете уже представлять вообще, о чем я рассказываю. Просто стиль работы и вообще в целом подход к работе зависит от страны. Я думаю, что многие согласятся, те, которые работали в Америке, в Европе, в России, в Японии. Подход немного отличается. И это можно даже увидеть невооруженным взглядом. То же самое относится к дресс-коду. Когда, например, в японских компаниях запрещено носить одежду отличную от других. К примеру, если это компания, которая бизнесом занимается, и там работают люди все в пиджаках, в белых рубашках. Если вы придете в какой-то одежде, которая другого цвета, например, футболка или еще что-то, то это будет нарушать дресс-код. Конечно, таких компаний немного, но они есть. И в основном это государственные компании, госслужащие и компании, которые следуют еще старому кодексу работы. Также я могу сказать то, что в японских компаниях не торопятся изменять кодекс для работников. И вообще, в целом, вот этот подход к работе, он остается надолго, на долгие годы. То есть, когда это все придумали, как я уже говорил, во время бума экономического, чтобы сделать экономический бум, они придумали вот эту вот схему работы, этот кодекс и все остальное. И данный кодекс действует и по сей день. И люди ему следуют. И несмотря на то, что все поменялось, мир меняется, и уже нет этого экономического бума, и не нужно так, как говорится, впахивать там до посинения, перерабатывая по 60 часов и более в месяц, несмотря на это, люди продолжают следовать и продолжают работать по такой схеме. И в Японии вообще очень сложно что-либо поменять. То есть, вот прогресс изменения, и даже если это приведет к лучшему результату, будет происходить очень медленно. То есть, вообще, вся любое изменение чего-либо, каких-либо правил, какого-либо кодекса или какой-либо подхода к работе, будет происходить очень медленно. Это, серьезно вам говорю, то есть, это продолжается уже десятилетиями, и никто не собирается ничего менять. Также, что касается, вот, к примеру, одежды, да, одежды, прически, там, если это государственная компания, там, помимо того, что должен быть официальный костюм с галстуком, с белой рубашкой, также нельзя красить волосы, нельзя ходить как хиппи, там, с длинными волосами у мужчин, там, нельзя делать какие-либо пирсинги, татуировки и все остальное, чтобы это видели клиенты. В общем, там очень много ограничений, я, на самом деле, сейчас их всех не перечислю, но я вам могу сказать с уверенностью, что там большой список. Когда-нибудь, возможно, я сделаю отдельное видео по этому теме. Кстати, тоже самый кодекс и вообще система обучения также применимы и к школам, и к школам, к универам, колледжам, к всему остальному. Также еще, ну, немного не по теме, как есть такие неписанные правила. Их тоже нужно изучить, погуглите вообще в Японии, какие есть неписанные правила, чего следует придерживаться и вообще в целом, чтобы не выглядеть как Бакагайджин, чтобы хотя бы вы знали элементарные правила нахождения в Японии. Ну, это вот основные советы, которые я бы хотел вам рассказать на сегодня. Но если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну, а с вами был Дэн, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok